Уважаемые коллеги, я хотел сказать, что Международный институт управления и проект, который ослабляет Вадим Кожемат, студент, который стоит рядом со мной, студенческой инициативой, мы приглашаем самых известных, самых достойных представителей современного искусства для встреч с студентами ГИМО. И для нас большая честь сегодня представить вам и сейчас же поблагодарить за то, что вы нашли время и возможность выступить здесь в ГИМО, Марат Баршаров, актер, коллеги, на краткое выступление нашего гостя, потом ваши вопросы и ответы на них. Еще раз. Да, сказали ответы на них, но смотря какие будут вопросы, потому что не на каждый вопрос я смогу найти, наверное, ответ. Привет. Во-первых, мне хочется, конечно же, поприветствовать вас и сказать, что... Можно сказать, что вы избранные ребята, что вам повезло в жизни. Но, как говорится, везет сильнейшим, потому что вы учитесь в таком нехилом, неслабом учебном заведении. Я скажу честно, что участь в школе я мечтал, как и не только я, и многие мои товарищи по школьной партии мечтали всегда поступить в это заведение. Но, к сожалению, сюда поступить очень сложно, и я считаю, что вы счастливчики. И хочу вам сказать такую штуку, что не потеряйте, не профукайте, скажу даже так по-нашему, не профукайте то, что вам в жизни дано, то, что вы учитесь здесь, потому что это действительно дается не всем. Так получилось, что в своей жизни я мне тоже судьба подарила, делала много подарков, и дай бог... Тьфу-тьфу-тьфу, извините, что в вашу сторону. Дай бог еще будет дарить, дарить и дарить. После школы я поступил, это был 90-й год, поступил в университет. То ли 90-й, то ли 91-й, сейчас не помню. Не важно, не столь важно. В 90-х годах, года были такие, если вы помните, суровые, тяжелые, перестройка. И когда я учился в школе, нужно было куда-то поступать. Куда все равно, куда-то нужно было поступить. Во-первых, чтобы не идти в армию. А во-вторых, чтобы... Ну так родители сказали, короче. Чтобы не остаться во дворе, ни при чем, ни при делах. Так вот я и выбрал, что уж поступать, так поступать. И подал документы в МГУ, на юрфак. Я знаю, что вы тоже на юридическом факультете, да? Многие из вас учтены на юрфаке. Вот в каком-то, может быть, смысле могли бы стать коллегами. Но подав документы на юрфак в МГУ и поступив в МГУ, было лето, август. Позвонил мой старший брат, который закончил МГУ, филологический факультет. Причем филологический не могу выговорить. Филологический факультет. И говорит, ты знаешь, Марат, у меня есть приятель, он режиссер в театре «Современник». Но не Галина Борисовна Волчика, а другой режиссер. Он говорит, ему на роль нужен парень молодой. Не хочешь пойти попробоваться? Я говорю, ну а куда пробоваться? Ведь я же уже поступил в МГУ на юрфак. Он говорит, ну, сходи попробуй себе, господи, что это сложно, что ли? Я говорю, да я один как-то, что-то я боюсь как-то один. Возьму-ка я с собой двух друзей. Я взял, позвонил двоим приятелям, и мы вот втроем пришли в театр «Современник» пробоваться в театр. Режиссер посмотрел на нас, говорит, вот, ребят, представьте, вон там, вот, вон там он, видите, вот из того окна, вон, вон, видите, вот из того окна там вот выглядывает ваш приятель, кричите, вот докричитесь до него. Где-то полчаса мы втроем кричали, кричали. Вот, то ли я кричал как-то громче, я не знаю, в общем, после часа криков режиссер сказал мне, что, Марат, вас берем в театр. Вот, может быть, вот таким образом люди попадают в театр. Я попал в театр, и на следующий уже день мне дали текст. Эта пьеса была Оскара Уальда «Кентривильское привидение», где я играл вместе с Ксенией Алферовой. Я играл такую роль Герцог Сессил, она играла Вирджинию. Я начал репетировать. 1 сентября я не пошел в институт, в МГУ я не пошел, так как у меня были утренние репетиции. Я начал репетировать, репетировал, репетировал, и через 2 месяца, в октябре уже, родители мои думали, что я хожу в институт. Вот, я им ничего не говорил. И потом, спустя 2 месяца, в октябре, 27 октября, как сейчас помню, я пригласил родителей на премьеру в театр «Современник». Они были очень удивлены, какой «Современник», где лекции, где институт. Я сказал, что в институт я не ходил, а ходил вот в театр. Родители были очень злые, но когда моя мама пришла в театр на премьеру и оказалась сидящей рядом, пришел Александр Гаврилович Абдулов, наверное, наверняка вы знаете, такой, к сожалению, он уже ушел из жизни, такого актера, великого актера, я считаю. И моя мама сидела в зале вместе с Абдуловым, а на сцене был сын моей матери, то бишь я. И мама простила меня за то, что я не пошел в МГУ, а пошел в театральный. Даже не в театральный, а просто пошел неизвестно куда, просто ушел в театр. Вот я начал играть спектакль, а потом уже весной, на следующий год, я подал документы в театральный институт имени Щепкина и поступил. Вот мне, кстати говоря, мы сегодня говорили, мне интересно, вот вы когда поступали, сколько человек на место было? Ну, приблизительно. От 10 до 30, да? Больше даже? Ну, нормально, конечно. У нас, когда я поступал в театральный институт, это был 92-й год, было 90 человек на одно место. 90, и так, в принципе, каждый день. Вот, конкурс был жесточайший, но как я поступил, я схитрил. Я посмотрел, все приходят поступать, кто с гитарой. В основном приходят все с гитарами. А я умею, ну, умел играть на балалайке. Я думаю, все с гитарами, а я пришел с балалайкой. Может быть, эта балалайка мне и дала путевку в жизнь, поступила за счет балалайки. Вот так я стал актером, и потом начал учиться, учился, учился и доучился, что теперь, можно сказать, преподаю в МГИМО. Вот, собственно говоря, вот такая вот история. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Ну, спасибо, тогда я пошел. Марат Емужанович, все-таки интересно, решение было принято вами самим идти по театральной стезе. Как вот окружение, родители ему поняли, как восприняли это? Вот именно ваши друзья, те люди, с которыми вы дружили, как они восприняли это решение? Отговаривали вас, может быть? То есть, как... Это достаточно тяжелое же получается решение такое, резко поменять свою профессию. Ну, я так скажу, конечно, друзья друзьями, но друзья мне не советчики. Я пришел в театр, вы знаете, я вам расскажу вот это первое впечатление, когда я выучил текст сцены. Я, как сейчас помню, я захожу за кулисы, за кулисами темно, очень специфический запах театра, запах кулис, они... вот пахнет действительно... вот, наверное, так пахнет искусство. Очень приятный, манящий такой запах. И темно. И я выхожу в зал на репетиции, темный зал, только в тебя светят софиты, почти слепят тебя. Ты не видишь, что происходит в зале. И я выхожу, у меня там какой-то элементарный текст был, который я уже выучил, уже он отскакивал от зубов. Выхожу на сцену и ступор, я забываю тексты, забываю. Мне говоришь, Сергей, давай еще раз. А там все заново, все актеры возвращаются, опять я выхожу, опять забываю. Еще раз. Ну так раз десять, раз десять. Только я вижу в зале из темноты огонек сигареты режиссера, который нервно затягивался. Он так загорался и потухал. И вы знаете, у меня... Вот я помню, как сейчас этот огонек, и после десяти дублей крик режиссера пошел вон. Давайте... Вот еще там с ним приходили два его приятеля, давайте позвоним им. Я сказал, дайте еще одну попытку. Мне дали еще одну попытку, и вроде бы... пробуксовка закончилась, так скажем. Вот, поэтому у меня друзья не указчики, и когда я попал на сцену, то никто, не единственный человек в мире бы не отговорил меня заниматься чем-то другим, кроме... кроме театра. Кроме театра. А вот интересная штука, кстати говоря, у меня в дипломе написано актер театра и кино. Хотя в театральном институте меня никто никогда не учил, как работать в кино, что там нужно делать, как входить в кадр и так далее. И когда я попал на съемки к Никите Сергеевичу Михалкову в фильм «Сибирский цирюльник», который между собой мы называем «Таежный парикмахер», вот, тоже был первый съемочный день. У нас сцена, у меня сцена на английском языке, в кадре сидит Олег Меньшиков, Джулия Орманд, и я рассказываю про родинку на английском языке «Мы едем в санях». Довольно-таки сложная панорама, потому что мы едем в санях, а параллельно едет камера на машине, зима, и около 150 метров эта панорама длится. Текст на английском Меньшиков, Орманд, Михалков, в общем, первый съемочный день. Я сижу тоже вроде текст, знаю, выучил все, едем, едем. А у меня еще там вот такой парадокс. То есть, вот одно дерево, вот другое, 150 метров. Вот мы должны, я должен, мы проезжаем, здесь вот камера, я должен стартануть свой текст у этого дерева, а закончить вот именно у этого дерева, не раньше, не позже. Вот мы едем, нас снимает камера, снимает, снимает, снимает. То я заканчиваю раньше, то я заканчиваю позже. То я забываю текст, то я сбиваюсь. В общем, дубли тоже, дубли 15 мы сняли. А ведь после дубля, это нужно, там массовка на заднем плане, это все нужно, подготовка к дублю около получаса занимает. Никита Сергеевич Михалков после дубля 15, говорит, слышь, иди сюда. Я говорю, да, Никита Сергеевич, заводят меня у нас, ну, такие трейлеры, актерские такие, вагончики, заводят меня к себе, говорит, давай, заходи. А я захожу, он говорит, садись. Я сажусь, он достает виски, два стакана, наливает почти по полному стакану виски, дает меня, протягивает, говорит, ну. Я говорю, Никита Сергеевич, давай, 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 давай. А первый съемочный день. И он мне говорит, ну, ты что, бздишь? Я говорю, бью, Никита Сергеевич. Я тоже бью, давай. Мы с ним выпили, 16 дубль, как с листа, 17 как с листа, и вот так вот и сняли. Вот такая вот еще была история. Задавайте, ребят, если есть еще вопросы. Про границу Таюжный роман, расскажите, пожалуйста, про границу Таюжный роман, расскажите, пожалуйста, про страницу. Про границу Таюжный роман? Что это за фильм? Ну, действительно, хорошее кино, мне кажется, наверное, не только мне. Ну, что рассказывать? Снимали, снимали около полугода его. Снимали под Калугой, закрытый военный городок. Снимали под Калугой, и вот там вот сцены были в болотах, когда вот в том числе, что я там тону в болоте. В лесу выкопали, болото не смогли найти, точнее, нашли болото, но там снимать невозможно, потому что заходишь, уже буль-буль, тебя никто не спасет. Вот. А в лесу выкопали такое болотце, в виде, наверное, ванны, в котором должен был тонуть сначала Алексей Гуськов. Я его спасаю, и потом в этом болоте должен был как бы тонуть я. Но художники-постановщики выкопали, вот я говорю, это болотце в виде ванночки детской. Присыпали мхом, и туда проваливаешься, вот я сел, туда пятой точкой уже, потом у меня вот так, коленки торчат так же из-под воды, и сижу, мета кричит, тони, тони, я либо голову засовываю, у меня ноги вылезают, либо я ноги, и у меня вот так вот. Вот так мы снимались в сцену, как мы тонем в болоте. Да вообще много было историй. На съемках «Границы. Таюжный роман», потому что снимался замечательный еще актер со мной, Михаил Ефремов, потому что этот человек просто, про него можно рассказывать бесконечно. Расскажу одну коротенькую историю. Снимали финальную сцену, когда уже началась война с китайцами, перестрелка, взрывы, у нас грязная полевая одежда, грим, кровь, оружие, керзовые сапоги, там все, ну такие, зафактуренные, что называется. И у нас перерыв между съемками, что-то был какой-то, и мы с Мишей заходим в офицерскую столовую, где сидит высший офицерский состав, полковники, генералы, обедают. Двери, знаете, как в салоне, вот так открываются, ну вот так. Миша Ефремов с пистолетом, кровь, грязь, полевая одежда, даже не разобрать, кто это, ногой, вот так бах, бабахает по двери, и входит в столовую, сидят генералы, Миша входит с пистолетом и говорит, война! Они побросали ложки, вилки, и выбежали из столовой. Ну представьте, вот в ректорскую зайти и сказать выходной. Вот такая история про Мишу. Ну про Мишу можно бесконечно рассказывать. Можно вопрос? Да, конечно. Можно задать вопрос про сцену, когда вы начинаете песни на первом этапе. Вот, наверное, для многих, кто смотрит эту сцену, для девушек, это самая такая кульминация, наверное. Что вы чувствовали, когда пели, и когда пили, что, конечно, что хотели? Вам это не более вывод? Это живое? Как ее жили? Ну, действительно, эта сцена одна из таких, из очень трогательной сцены. Я буквально, где-то, наверное, месяц назад пересматривали, мы с друзьями пересматривали картину. Действительно, очень сильная сцена, и эту песню, «Фуражка, милая, не рвисья», вся жизнь с тобой моя прошла, с тобой бурно пронеслись и мои кадетские годы. Эту песню принес Алексей Васильевич Петренко на съемке, принес, говорит, «Ребят, вот есть такая старинная юнкерская песня, можете, она пригодится». и она действительно пригодилась для фильма. А как получилось? По сценарию не было этого. Просто юнкера в сценарии, как сейчас, помню, написано, юнкера прощаются, они выбегают на перрон и прощаются с уходящим поездом, в котором находится, значит, их друг. И мы выбежали на перрон, все это вам расскажи. Намазали глаза звездочкой вьетнамской. Потом их сожгли, потому что ни один дубль. А когда слез уже нет, уже все мажешь-мажешь, а слезы не идут. Сожгли себе кожу, такие синяки уже были под глазами. И Никита Татаренков, который вот в фильме запел эту песню, «Фуражка, милая, не рвись». И он запел эту песню, и вы знаете, даже уже звездочка не нужна была, а как-то чувство само. И все начали рыдать. Вроде здоровые лбы, уже здоровые пацаны. И что-то как-то уткнулись друг дружке в плечи и начали рыдать без звездочки. Вот, казалось бы, ерунда, а снимали там тоже, дубль 5 снимали без песни. И в 6-м дубле человек просто запел эту песню, и как песня вдруг дала еще дополнительную эмоцию вот казалось бы. Ну, можно один вопрос? Да, конечно. Как воробьев между сапогом поставили, когда смотрят царь? Да, на Соборной площади, я понял. Воробушка. Везли специального воробушка. Клянусь вам, долго с ним занимались. Ему говорили, ты будешь на Соборной площади, это непростая площадь. Не какай там. Честное слово, очень долго, это дрессированный какой-то воробей. Но он попав, вот попав на Соборную площадь в это место среди огромного количества сапог, и просто, наверное, немножко испугался и начал нервничать. Привязали за ножку лесочкой, чтобы он не... И он прыгал. Разбрасывали ему по маленькому-маленькому-маленькому, да по четвертинке зернышко, чтобы в кадре не было видно. И так он как-то вот... Если хотел улететь, то его так за лесочку раз, стоять, куда? А потом лесочку подтерли, как сейчас знаете. К сожалению, к большому сожалению, потому что кинематограф становится все более какой-то компьютерной игрой, о чем я сожалею. Что касается, кстати говоря, от аежного парикмахера, есть сцена, покушение на царя, там есть, снималось на Софийской набережной, на Кремлевскую набережную. То есть действие происходило на Софийской набережной, через Москва-реку, была Кремлевская набережная. На другой стороне у Кремлевской набережной, сами понимаете, какое-то место в Москве, перекрыли движение. Там и так пробки. Просто перекрыли движение. Пустили туда массовку, там конки ходят, люди на лошадях, всадники ездят. На заднем-заднем плане. На переднем плане происходит действие. Все сделали, движение перекрыли. Все-все-все-все. Но если присмотреться внимательно к картине, то на Кремлевской набережной, с той стороны, далеко вот сзади, на каждом столбике Нес-кафе, 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 Нес-кафе. Не заметили, так и осталось в картине. Рассказываю вам все. А как вы относитесь к своей роли в фильме «Ворошиловский стрелок»? Ну, как бы, тяжело было жить в роли или нет? То есть, как бы, герой-то, он положительный, и поэтому... Ну, действительно, роль такая непростая, сложная, потому что, вы знаете, каждую роль, даже если ты играешь отрицательного героя, все равно мы... хочется и, наверное, нужно оправдать. Даже если мы вот в жизни совершаем какие-то поступки, мы же считаем изначально себя правыми. То есть, я делаю правильно. Да, я сделал не так, но я сделал правильно. И также я пытался себя оправдать в этой роли в «Ворошиловском стрелке». Вы знаете, Станислав Сергеевич Говорухин написал такую маленькую эпиграмку, посвященную моей супруге, бывшей, которую зовут Елизавета. Он написал такое. Горевала Елизавета, понесла утрату, полюбила Робеспьера, отдалась Марату. Вот такую написал маленькую эпиграмку. Ну, что я могу рассказать? Ну, сложно было, действительно, потому что как играть насильника и как насиловать в кадре? Сложно. Очень сложно. Я расскажу такой еще эпизод. Мы снимали, если смотрели картину, то там каждый из нас, вот из трех мерзавцев, трех негодяев, которых мы сыграли, насилует девушку. сначала один, потом второй, потом третий. Снимали три дня, один день. Первый насиловал Леша Макаров, второй день я насиловал, а третий Илья Древнов. Ну, первый день Лешку сняли, меня сняли, и потом мы уже с Лешей, уже, можно сказать, отстрелявшись, пришли смотреть, как это будет делать Илья. А Илья, он очень такой щепетильный молодой человек, он очень волновался, он говорил, Станис Ахридеевич, а как, как мне это сделать? Он говорит, ну ты что, с девушкой никогда не было? Он говорит, ну Бел, ну а как это делать? Он говорит, значит так, Илюш, ложишься сверху и делаешь движение, вперед, назад, все. Он говорит, у меня же там еще текст, он говорит, какой у тебя там текст, а у Ильи такой текст, господи, господи, какая среда сегодня вышла, давай ты еще придешь, и мы с тобой вдвоем без этих, ну типа без нас, и все, вот такой текст, господи, господи, какая среда, давай ты придешь одна, без этих, мы с тобой двам без этих, значит, начинаете снимать, вся съемочная группа ждет, потирая руки, как это сейчас будет происходить, постельная сцена. Илья, значит, ложится сверху, и господи, господи, какая среда, стоп, Илья, что, а движение, как, что ты, а, ну да, он начал делать движение, но не мог говорить текст, потом начали, значит, он делал так, Илюша, ты можешь говорить и текст, и движение вместе, он говорит, да, да, господи, какая среда, Илюша, так в жизни не говорят, но как-то движение у тебя вместе с текстом, как-то можешь по отдельному, можешь синкопировать как-то, он говорит, господи, как, какая среда, в итоге сделала так, мы с Лешей Макаровым держали Илью за ноги, сказали им, Илюш, говори текст, как вот будет идти текст, так и будет идти у тебя текст, а тебе не беспокойся, мы все сделаем, и в итоге, когда снимали, мы с Лешей Илью вот так вот туда, вперед, назад, вперед, назад, импровизировали, где-то побыстрее, где-то помедленнее, вот так снимали постельную сцену в картине «Ворошилский стрелок». Марат Мужанович, сегодня у вас многие из нас знают, как не только успешного актера театра и кино, но как... Артиста-фигуриста. Да, вот об этих проектах хотелось спросить о ледниковом периоде, и я думаю, очень многих вот интересовало до встречи, просили задать вам вопрос по поводу «Битвы экстрасенсов», то есть вот об этих двух проектах. Расскажите, вот что привлекло вас поучаствовать в них, коммерческий их успех, возможно, или именно сама идея, то есть попробовать себя в чем-то новом. Ну, с чего начнем? С коньков? Ну, давайте. У нас, да, в прошлый раз мы приглашали Илью Авербуха, тоже было интересно послушать. Вот вас, как участника тоже данного проекта, ваше мнение, как участника, как ведущего? Вы знаете, действительно, Илья, Илья, во-первых, Илья очень интересный, как вы поняли, человек, очень талантливый. Однажды мне позвонил Илья Авербух, говорит, «Марат, тут вот такое вот, хочу такое запустить». И предложил, предложил поучаствовать в проекте, на что я всегда болел фигурным катанием, и болел за пару, Авербух, Лобачева. Я говорю, «Илюш, я с удовольствием приму участие в этом проекте, но при условии, что я буду кататься с Ирой Лобачевой». Он говорит, «Нет, кататься с Ирой Лобачевой ты не будешь, ты будешь кататься с Татьяной Навкой». Я говорю, «У как с Татьяной Навкой?» Потому что они же, насколько я знал, они в Америке, тем более, они только победили, они стали олимпийскими чемпионами, это было в 2006 году. Я говорю, «Они же в Америке». Они говорят, «Нет, специально для этого проекта они приезжают с Ромой Костомаровым, они приезжают в Россию и будут участвовать в том же проекте». Я говорю, «Ну, с Навкой, так с Навкой чего?» Вот так и докатались. Собственно говоря, вся история. Что касается экстрасенсов, действительно, тоже говорить о нем, что это коммерческий проект, я бы не стал. Коммерции там никакой нету. Просто то, что действительно всем обладаем экстрасенсорными способностями, вопрос, в какой степени. И если человек обладает этими способностями, то насколько он может эти способности использовать в мирных или не в мирных целях. Вот очень интересно понаблюдать за этими людьми. Вы знаете, я вам скажу честно, что они сами очень иногда не рады своему видению. Потому что знают чуть больше, видят чуть больше, от этого очень сильно страдают. Вот. А что касается, вот, может быть, видели, я тоже, мне было интересно, я проводил эксперимент с ними. Вот прям буквально я говорю, «Хорошо, вот я сейчас вас испытаю. У меня часы на руке, они остановились. Действительно, они остановились. я говорю, могу вам дать часы, в руку подержать, на каких цифрах остановились стрелки». Двое человек сразу, взяв часы, сказали, пять минут третьего. Вот хотите, верьте, хотите, нет, как-то совпадение. Какой процент? Это сколько у нас? Ну, там очень много вариантов. Конечно. Тем более, что двое сказали, пять минут третьего. Подглядеть было невозможно, потому что я лично наблюдал за этим. Подсказать им тоже никто не мог, потому что это знал только я. Вот, что касается экстрасенсов. Сейчас в мае начнется тринадцатый сезон, сейчас опять набирают, набирают жертв, и я буду их опять проверять, опять буду их испытывать. Тем более, что мне сказали, что «Марат, будьте, пожалуйста, аккуратнее, ни в коем случае не дай им, ну, как сказать, не завладеть собой, а... Короче, бояться их нельзя. Их не нужно бояться, потому что и проклинали сколько раз, но сами же они мне говорили, что если в проклятие верить, оно обязательно сбудется. Если верить, бояться все время его, то обязательно оно... А если не верить, то оно может так этому человеку потом обернуться. Так мне жалко людей, а потом они спрашивают, почему... Да даже не они, а их, может быть, дети, их внуки будут спрашивать, почему у нас в жизни не все получается. А, наверное, виноваты их предки. Да. 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 У меня очень часто спрашивают, очень часто это правда или неправда. Я вам как перед студентами МГИМО говорю, все это правда, никакой постановки там нету, и было бы странно, если бы все было, если бы все было срежиссировано. Смысл тогда в чем? Смысл программы в том, что правда это или неправда, есть ли такие люди, нету, обладает ли данный человек способностями или не обладает. Вот в чем смысл программы, поэтому ничего там постановочного нету. Общался ли я с ними вне программы, общался, но каким образом общался, я у них никогда не спрашивал по поводу себя ничего, потому что как только я у них спрошу что-нибудь про себя, я стану зависимым от них. А я не хочу быть зависимым, я сам хочу делать свою судьбу. Каждый кузнец в свое счастье. Вот, поэтому я, если я общался, меня очень часто, очень много-много люди просят о помощи, и письма пишут, потому что у людей люди оказываются совсем у крайней ситуации и болеют, что уже врачи не могут помочь. И люди пропадают, дети пропадают и просят помочь. В этих случаях, конечно, я свожу, но не со всеми. Я знаю, то есть на программе было огромное количество шарлатанов, которые никакими способностями не обладают, а просто являются шарлатанами. И потом зарабатывают еще на этом деньги. Попав в программу «Битвы экстрасенсов», они становятся известными. Открывают всяческие салоны и за огромные деньги, ребят, поверьте, за огромные деньги, они просто втирают людям лапшу, вешают лапшу на уши. Вот, и я сводил с теми экстрасенсами, действительно, экстрасенсами, которые обладают способностями, которые могут помочь, которые могут вылечить. и буквально неделю назад мне позвонили знакомые, возили ребенка к Муранову, к Володе Муранову, помог ребенку. Нашли маму с ребенком, но оказалось, что все в порядке, их не убили, они просто убежали. Решили начать жизнь заново, но слава богу, что они живы, их просто нашла экстрасенсы. Поэтому помогают. Есть, насколько я знаю, есть в спецслужбах даже целый отдел экстрасенсов. Да. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос, вернуться к вопросу о депутатах Нейдзо. Скажите, как повлияло на вас это шоу, изменило ли оно вас в конечном итоге? То есть, можете ли вы сказать, что оно изменило что-то в вашей жизни? И отдельно хотелось бы добавить большое спасибо за такое яркое участие. Мы с мамой всегда борели за вашу пару, за вас, Татьяна. Спасибо большое. Спасибо. Изменило ли шоу «Звезды на льду»? Конечно, изменило. Вы знаете, в театре мы привыкли выступать, есть так называемая четвертая стена. То есть, ты выступаешь в одном направлении, а на льду ты должен выступать на четыре стороны. То есть, для всего зала. Потому что зрители не только здесь, не только здесь, и здесь, но еще и сзади. Для меня, как для актера, это очень важный, очень большой опыт распределения энергии. Потому что их не одна сторона, как я сказал, а в три раза больше. Ну, в два раза, да, больше. Поэтому это огромная школа для меня, как для актера. Вот в этом смысле, в профессиональном. ну, конечно, еще вчера я смотрел на этих людей и болел за этих людей по телевизору. Представляете, вот за нашу страну, которые... А сегодня я имею возможность с этими людьми покататься на коньках, поднять на руки и долбануть об лед. Кстати, у нас была очередь, кто, ну, среди ребят, кто хочет кататься, кто будет кататься с Анной Семеновичем. Потому что на Аню очень приятно падать. Никогда не поранишься, подушки безопасности. Дальше. Два фильма, да, «Сибирский цирюльник» и «Свальба». Два исторических события, между которыми больше ста лет. Уже Российская империя, в которой начинают качаться бомбометатели, да, укушение в царях. И развал Союза, да, шахтеры не получают зарплаты. Два человека, два молодых, там и там. Оба взбалмошных, оба экспрессивных, очень живых, но при этом таких правильных патриотов, да, то есть неформальных, которые там действительно живут в России, которые болеют за нее, которые любят ее. Вот хотелось бы знать, где тот маразм Башаров, то есть ваше мнение о этих событиях, о роли человека и той страны, в которой он живет, о этой связи. Вообще, видите, к сожалению, сейчас такое, ну, к сожалению, лекарство, да, многие воспитывают детей за границей, многие как-то уже не ориентируются на наши ценности, да, смотрят, пруда делают дышные, вроде бы не связываются с этой страной ничего. Мы будем смотреть, мы будем переводить металлы назад, мы будем обучать детей там. Что вы думаете, что думает сам Марат по этому я скажу так, что в цирюльнике, что в свадьбе, что во всех остальных, как оказалось, тут мне сказали, в 49 работах. Где эти гонорары? Я, конечно, шучу, вот, что в остальных работах я всегда играл самому себя, не кого-то другого. Так меня учили в институте мои педагоги, потому что щепка, это школа переживания, щука, школа представления, если различать по институтам, такое вот есть понятие. И меня всегда учили мои педагоги в любой роли быть самим собой, но в предлагаемых обстоятельствах. Я, Марат Башаров, сейчас граф голубых кровей. Я попал в эту ситуацию, вот в такую ситуацию. Как представь, Марат, что ты вот такой-такой, как ты будешь выпутываться из данной ситуации? Либо же я, Марат Башаров, который всю жизнь прожил в этом шахтерском маленьком городке, где не платят зарплаты, где пьянство, где ничего нет. и каково мое отношение? Конечно, вот в цирюльнике Никита Сергеевич сказал очень хорошую фразу. Это фильм не о том, как было, потому что очень многие ругали эту картину за залубок, за то, что все вранье, что такого на Руси не было в России. Это не документальное кино, это художественное кино, и Никита Сергеевич говорил, что это кино не о том, как было, а это кино о том, как должно было быть. И знаете, вспомнил тоже, вот, кстати, вот парадокс, который, вот, наверное, вот олицетворяет наш народ. Премьера картины «Сибирский цирюльник». Кинотеатр Пушкинский. Полный зал. Конец фильма, уже идут титры, выходят две пожилые, интеллигентные, женщины, утираясь платочками, потому что у них градом текут слезы, они утираются платочками, и одна, другой говорит, уже выходя из кинотеатра, «Господи, какое говно!» как к этому относиться? Странно, но вот такие мы, вот, на войну с песней под венец в слезах. Каково мы отношение? Мы, мы сами, сами, если мы сами не будем ничего делать, никто нам не поможет. Никто, это как, вот, знаете, в нашей актерской профессии, кем бы, да, в любой профессии, кем бы ни был у тебя, кем бы ни были у тебя родители, какими бы талантливыми они бы ни были, если у тебя нету, в тебе нету, никогда ничего. Да, тебе родители помогут, тебе родители просунут, тебя родители устроят, но сделаешь ли ты сам для себя что-нибудь, за что потом тебе не будет стыдно перед своими детьми, никогда не получится, пока ты сам не захочешь. Пока мы на дорогах сейчас ехал к вам, ну это же дурдом, что творится на дорогах. Ну почему не уступить? В Южной Африке, где 70% криминала, где на улицах с оружием отбирают машины, просто, мы снимались там, на улице к нам в Йоханнесбурге, подошел человек темнокожий, вот так приставил к водителю ствол, нас всех из машины, и машину, все, она уехала, просто на светофоре среди бела дня, но тем не менее, там люди уступают друг другу, дорогу, улыбаются, и делают все время вот так, ну типа, причем не так, а вот как-то у них так, вот на элементарных, просто вот так уступают, уважение хоть какое-то существует, у нас же, да е-е-мое, ну верни, приедешь откуда-нибудь, посмотришь, все бегут, толкаются, в метро, черти что, лишь бы я, лишь бы мне, лишь бы, лишь бы вот, урвать, оторвать, я, конечно, понимаю, что ритмы, жизнь такая, но уважение какое-то нужно иметь, в первую очередь, к себе, к себе, хотя бы к себе иметь уважение, потом уж к ближнему своему, себя не уважаем, вот что самое страшное, отсюда и беззаконие, отсюда и остальным, отсюда и алкоголизм. Пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, рада-давай. Я бы хотела, выжиться к театру, недавно посетила вашу постановку, жениться вам на это, и на самом деле, я была просто шокирована тем, насколько вы, в отписающем на сцене, выглав масса, количество репутатов из зала, причем, они отвечали на ваших исторический вопрос, и насколько вы, естественно, сумели на них реагировать. Вот мой вопрос, тяжело ли этому учиться, и вообще следует ли публике, что-нибудь поговорить из зала? Спасибо большое за вопрос, и спасибо, что были на спектакле, кстати, сегодня вечером спектакль. Не всегда нужно отвечать, и вы знаете, на самом деле, конечно, очень мешает, когда ты делишься своим сокровенным, когда ты открываешь душу людям, а людям это не надо, неинтересно, они занимаются своими делами. Я, конечно, понимаю, что у всех есть там свои дела, и своя жизнь, и, быть может, то, что я говорю, им абсолютно неинтересно. Но если тебе неинтересно, тогда зачем ты пришел? Тогда не приходи. Вот. И, конечно, это мешает в театре, особенно мешают мобильные телефоны, ребята, если бы вы знали, как это сбивает. Мы играли такой спектакль, «Lady's Night» только для женщин. Мужской стриптиз, там еще можно как-то обыграть звонок мобильного телефона, потому что это современное произведение. А в этой пьесе «Жениться вам надо, барин» я играю по произведениям Некрасова, по рассказам Некрасова, и как-то сложно оправдать мобильный телефон. Вот. Вот сбивают очень мобильные телефоны. А что касается реплик из зала, конечно, театр — это общение со зрителем, но не во всех спектаклях. В этом спектакле я допускаю общение. В этом спектакле я допускаю апарты в зал и ответы, да, из зала. Вот это общение словесное. Не энергетическое, а словесное. Потому что все-таки это спектакль, ну как, можно сказать, как фарс какой-то, как шутка, как... Есть спектакли, где ни в коем случае нельзя идти на поводу зрителя и отвечать. Потому что бывают... Бывают... Вот мы играли спектакль, который называется «Мордасовские страсти». Это по Достоевскому, по дядюшкинсон. Вот там нет. Там сколько бы зрителей не пытались тебя зацепить, спровоцировать на это общение, нельзя. Я никогда на это не иду, потому что это не тот спектакль, а не это пьеса. И если ты отвечаешь зрителю, ты становишься подвластен ему. Он тебя зацепил, ты у него на крючке. А должно быть наоборот. Зритель должен быть у тебя на крючке, а не ты у него. Все равно это вопрос культуры получается. В Питере играли. Я думал, Питер у нас интеллигентный, интеллигентнейшая публика. Хуже, чем в Москве. По телефонам там чего, куда, ты на Васильевском? Нет, я на этом сам. Чего? Ой, пробки, да. Я уже так остановился, и просто вот так вот около человека подошел и ждал, пока он договорит. А еще у людей зазвонил телефон тоже. Вот каким образом? Звонит телефон. Ну, сказано перед началом спектакля, уважаемый зритель, ну, выключите вы, или поставьте, да, беззвучный звонок. Ну, неужели так сложно? Ой, женщина смешная была. С мужчиной, значит, сидят. И нет, зазвонил телефон. В сумке. И все звонит, звонит. И громко так, и уже зрители все уже. И мы уже все играем, продолжаем. Ладно, сейчас, ну, сейчас выключат, сейчас выключат. Не выключают. Перестал звонить, они как-то что-то не нашли. Через 30 секунд опять начинает звонить. Кто-то им не может дозвониться, видимо. Звонит, звонит. В итоге мы с партнером играли, играли, остановились, спустились в зал, подошли к этой паре. И вот так над ними стоим. Они, бедные, наверное, готовы были провалиться вот сквозь землю. Потому что она не могла в своей сумке, смотря на меня, она не могла найти телефон в сумке, который звонит. Муж говорил, да я, да я. Он говорит, нет, это моя сумка. И вот так вот минуту зал уже начал просто валяться, и мы стоим вот на них. Санкт-Петербург. Вот такая вот история. Скажите, пожалуйста, за всю вашу жизнь из самых непрочисленных, самых праздных образов персонажей, цифровых парень, какой запомнился в вашу семью? Какой ближе вам в вашу семью? Какой ближе вам в вашу семью? Вы знаете, наверное, меня часто спрашивали, какой образ самый близкий, самый дорогой, самый родной. Да все на самом деле родные, это как дети. Но ближе всего, наверное, самая первая роль это в сибирском цирюльнике, потому что она была первая. Она была первая. Я еще... Я еще не знал, я же сказал, что меня никто не учил, как работать в кино, и учился, можно сказать, на площадке, уже на месте. Вот. Да и сейчас учусь еще, продолжаю учиться. Ну, а что касается самой близкой, самой родной, самый-самый, сибирский цирюльник. Добрый день. А можно вопрос, во что вы верите в жизни, и у каждого на этом жизни, да, из нас бывают такие моменты, когда вы все бросите, и что дает... Простите, можно еще раз сначала вопрос? Я на Альпачино засмотрелся просто. Я на Альпачино засмотрелся просто. Во-первых, я понял, во-первых, подстегивает всегда и заставляет продолжать жить дальше работа. Безделье меня просто губит, и если у меня нечем заняться, я чувствую, что мне нечем заняться, что завтра у меня нет съемок, послезавтра, вот у меня сейчас 3 дня, нет съемок, спектакля нет, репетиции нет, что делать, господи, что делать? И становится страшно, потому что пустота. Я понимаю, что всегда можно найти, чем заняться, тем более в наше время. Но вот меня спасает в первую очередь работа, а во вторую очередь, знаете что? Это великое чувство, которое крыляет, которое заставляет брать города. вы поняли? Кстати, а вот назовите мне, знаете, русское женское имя, на последнем, да, последняя буква, мягкий знак. Просто я вам подсказал. Так что вот эти, вот эти две великие вещи, работа и любовь, к работе. Да. Скажите, пожалуйста, часто ли вы бываете в Казани, и какая национальная черта вам помогает в творчестве? В Казани бывало часто, можно сказать, раз в полгода, с коньками, либо с шоу Илья Вербуха, либо на гастролях со спектаклями. В воскресенье позавчера в Крокус-Сити-Холл был концерт, который я вел, был татарский концерт, который я вел и спел даже там две песни на татарском языке. Вот. Очень волновался, первый раз еще Крокус-Сити-Холл, 6 тысяч зрителей. Думаю, ну ладно, следующий олимпийский. Вроде спел. Просто я хотела уточнить, вот именно национальные черта, когда вы, где на татарском народе помогают вам в творчестве, есть ли какие-нибудь футуальства, которые скрывают вас и помогают, какими ума вам есть на национальной тонкости? Меня мама с детства всегда учила такой татарской пословице, которая звучит так на татарском. В переводе, что значит, пусть тебя бросают камнем, ты бросай едой, в ответ бросай едой. Ну, как по-русски делай их добро людям, добром обернется, или там, не плюй в колодец, козленочком станешь, и так далее. Вот меня мама всегда с детства учила вот этому, вот этой поговорке всегда говорила, сынок, ничего, будь выше, будь сильнее, сделай в ответ добро, пройди, и вот, может быть, это в какой-то степени помогло мне быть тем, кем я сейчас являюсь. Вот, пожалуйста. Тунеядцам, пьяниц, алкоголикам, и так далее. А, Марин, задавайте, пожалуйста, зачем вы колодцы с премидаемого луза, почему и зачем? Ну, интересный вопрос. Я сам себе задавал его много раз. Моя мама работала в ЦУМе. Есть, как мы знаем, есть щепка, щука, гитис, мхат, есть в ГИК, но в ГИК это, там не учат, там, там не учат, там учатся, так скажу. Моя мама работала в ЦУМе около 30 лет, в столовой, в ЦУМе. Из 6 лет я ездил к маме на работу, в 6 лет один в метро, сейчас 6-летних детей не встречаешь, гулять-то не выпускают. В 6 лет я ездил уже в метро, и я ездил к маме на работу до Кузнецкого моста, и из Кузнецкого моста спускался вниз к ЦУМу, и проходил с правой стороны магазин музыкальных инструментов, мне очень нравился, там, такие барабаны, прямо вот они видны, гитары, а слева был Щепкинский институт, а мама работала. И когда я подавал документы, думал, куда подавать документы? Дай-ка первым подам документы ну не поступлю, потом в ЩУК подам, не поступлю, потом в Амхат. И так получилось, что первыми, абсолютно случайно, первыми документами мы оказались в Щепке. И я пришел на первый тур, мне сказали, идите сразу на третий тур, и мы вас, в принципе, больше документов никуда не подавать, мы вас берем. Вот, собственно, никакими там приоритетами, ничем я не руководствовался, когда выбирал на СТУТ, а просто так получилось. Мамка виновата. Вы снимаетесь, вы играете взглядные, может быть, есть какое-то качество ваших парадоксов, которые вам помогают постоянно? Может быть, помимо того, чтобы перетислили какие-то правила, которые вы проголосываетесь, и это помогает, структурироваться. Есть правила? Ну, правила я сказал, вот уже, я, как бы, девиз. Да, я даже не знаю, как ты у меня так... Наверное, одно... Да это много. Основные три качества, которые помогли вам стать успешным. Лень. Как ни странно. Лень. Я очень ленивый человек. В меру ленивый. Очень в меру ленивый. Почему лень? Каким образом лень? Потому что, если браться за все подряд и быть таким трудоголиком, что на самом деле хорошо, наверное, но не для меня, то, наверное, меня бы не хватило на все, потому что я очень разносторонний человек и с детства занимался очень многими вещами. И кровь ввозил в ВИЧ-инфицированных еще после школы. И на почте работал, и в больнице работал. Много в моей жизни было. И на войне оказался в Ираке случайно абсолютно. И, наверное, если бы я был более, менее ленив, то, наверное, я бы не стал актером. А был бы где-то, наверное, в другом месте. Где-нибудь в офисе юристом работал. Или не юристом. Или воевал. Или так же продолжал работать в детском садике воспитателем. А так как я ленив и однажды подумал, что мне идти на эту почту. Вот здесь уже эта почта. Эти письма, эти книги. Надоел, не хочу. Лень. А еще два качества помимо линии. Вот вы меня пытайте. Еще два качества. Вы знаете, когда мы катались с Татьяной Навкой, встретились с Татьяной Навкой на льду, может быть, за счет этого все делать до конца. Таня такой человек, что она все будет все доделать до конца. Вот начали делать, так добьем до последнего. И не идет вроде. Ну вот номер, ну не идет и все. Ну хоть ты его, хоть как. Ну может быть, музыку поменять. Ну может быть. Нет, давай дожмем, давай доделаем. Я такой же человек, я вот в каком-то смысле упертый, если я все равно добью. И она такая же. Быть может, поэтому мы и сошли, совпали, и быть может, поэтому у нас очень много получилось. И не только на льду. Вот. Вот доделать до конца. Вот такое качество. Да я все равно догрызу. Зубами из последних сил надо догрызать. Можно к вопросу о самой вашей экономической роли? Очень надеюсь, что вы будете с капитаном из-за нам кто-то работал. Разве это, расскажите, как вы вообще пролил подводника и какие-нибудь интересные, смешные моменты на съемках 72 метра? О, вы знаете, ну, смешного было много на съемках 72 метра. Кстати, вспомнили еще одну хорошую картину и замечательный режиссер Владимир Иванович Хатиненко. Смешного, ты знаете, когда играешь про подводников, конечно, жизнь подводников, она очень смешная. Тем более, что подводники никогда не называют себя моряками, они очень обижаются, когда подводников называют моряками. Они говорят, мы не моряки, мы подводники. Но расскажу такую историю про лодку Кисловодск. В то время как раз ушел Курск. Была это большая, трагедия. С подводной лодкой Курск и мы снимали в Североморске, в Ведяево, в Гаджиево, западные лица снимали 72 метра. И мы были на персе, на котором стоял Курск. Рядом с Курском стояла лодка Кисловодск. Она такого же класса, как Кисловодск. И они ушли вместе. Мы говорили просто с командиром Кисловодска. Они друзья были, два командира, командир Курска и командир Кисловодска. Они ушли вместе на задание. Только Кисловодск вернулся, а Курск не вернулся. И он мне рассказал такую историю, что подводники, когда они возвращались из похода, у них в городке был такой бар-якорь. Ну, как бар, такая, как будка, что ли. Стоечка маленькая. И подводники, когда возвращались, они заходили туда и за возвращение стопку водки выпивали из-за возвращения. Потом уже шли домой. Перед этим баром-якорь площадь, городская площадь небольшая, и там на севере ни ворон, ни воронов, никого, ни голубей нет, одни бакланы только и все. Чайки, бакланы. И он говорит, что когда я вернулся, спросил, вот командир Кисловодска вернулся и спросил, что, Курск-то вернулся? Он говорит, нет, еще что-то. Ну, вернется, что-то. Мы, зашли, за возвращение выпили, по рюмашке выпили, и выходим, говорит, на улицу, и вся вот эта площадь, ноге некуда было ступить, была усыпана черными воронами. Черными воронами. И он говорит, я, говорит, никогда не видел на севере ворон, и мы уже почуяли неладное, вот так, а потом уже через где-то час получили информацию, что с Курском случилась беда. Вот хотите верьте, хотите нет, откуда вот, вот такая, ну, мистика, я, наверное, считаю. Вот, это что касается 72 метров, хорошее кино. Я хотела бы задать вопрос, вот вы, у вас требованный актер, играете в театре, у вас все, в кино, я хотела бы спросить, вот, есть ли у вас жизнь в палате между двумя этими сферами, потому что они, конечно, близкие, но все равно разные, сферы искусства, и вот этот баланс, вот, есть ли, или идет уклон в кино, и нравится ли вам это, или вот в телевидении сейчас, то есть, то, что у вас больше времени уходит в кино, там, в телевидении, а в театр остается, ну, так, на второй плане. Вот, как вы, это вопрос здесь, хотели бы вы изменить ситуацию? Да, вы знаете, нет, честно говоря, я не хотел бы изменить, и, я бы не сказал, что театр у меня уходит на второй план. и нет такого. Ну, тут же дело не в количестве, а в качестве. Был, был период, соглашусь с вами, был период, когда театр у меня ушел на второй план, и на первый план пришло кино, я снимался в огромном количестве картин, было интереснее, было интереснее, потому что в театре, и театр спал, он был в такой спячке, честно скажу, что делать там абсолютно было нечего, да и зрителю было не до театра, не до театра же было зрителю в 90-х годах. Какой театр? Когда в театрах мебель продавали, когда театр издавали под бары, под рестораны, под салоны с машинами, ну, дурдом же, джинсы продавали в театрах. Какое, о каком искусстве, о чем говорить? Да, сейчас уже театр, он проснулся, не сейчас, это уже лет, наверное, 10 назад, он проснулся, он начал. Тогда раньше было, и как раз в это время поперло кино, и что я буду? Джинсы в театре продавать. Я актер, мне нужно, мне хочется играть. Если мне предлагают работать в кино, почему нет? Я играл в кино. Согласны? А можно задать такой вопрос? Вот многие известные деятельности искусства у нас в нашей стране в будущем идут в политику. В частности, вот упомянутый сегодня господин Говорухин. Вы себя видите, как бы хотели бы попробовать себя в политике, в будущем? А в какой-нибудь другой свете? Вы что? Ну, представьте. Там и без меня клоунов хватает. Вы что? Нет, нет, нет. Политика это не для меня. А попросите, а что? Может быть, в какой-либо другой сфере хотели бы себя попробовать? А, ну, в другой, например. Ну, вот, например, вы играли в кино, играли в театре. Попробовал. Вот попробовал в коньках. Попробовал в коньках. Что бы еще хотел попробовать? Знаете, я честно скажу, я бы в космос слетал. Серьезно. Вот у меня прям так мечта. Но, если у кого будет лишняя десятка, то... Гиля Либертен слетал, но у него есть возможности. У меня, к сожалению, таких возможностей нет. Но если бы предложили, вот, что касается мечты, я бы с огромным удовольствием бы вот посмотрел бы на нашу землюшку вот живьем со стороны. И там очень много интересного. Да. Роль, которую мечтаю сыграть. Да. Я очень хочу сыграть, знаете кого? Сергея Безрукова. В чем я Сереже сказал после Высоцкого, на примере Высоцкого, я сказал Сереже, Сереж, знаешь, если меня спросят еще, кого вы хотите сыграть, я скажу, Сергей Безруков. Вот. Два вопроса, еще, да? Да, да, пожалуйста. Сергей Безрукова. Сергей, пожалуйста, Вы считаете, важно для актера, именно актерское образование, и несложно ли вообще в нашу жизнь попасть в кино, человек с лиц? Образование в любой профессии очень важно, особенно, конечно, в актерской. И очень много сейчас людей, которые без актерского образования работают, снимаются. дай бог, если у них получается, дай бог, но образование, конечно, нужно. Я знаю двух актеров, которые без актерского образования. Это Леонид Вячеславович Куравлев, у него нет актерского образования. Великий актер, я считаю. И Татьяна Друбич. А? Аладимидова тоже без образования? Ну, я не знал просто. Я вот на кого знал, того вот сказал. А так, сейчас же их, ох, сколько. Включи телевизор, сейчас через одного. Представляете, если бы было бы вот юристов без образования, что было бы? Может быть, поэтому, может быть, и поэтому наш кинематограф и наш театр не такой, какой был раньше. Каким был раньше наш кинематограф, каким был наш театр. Потому что люди приходили очень подготовленные, а сейчас с улицы приходят, ну, ничего ждать. Конечно, гений, гений всегда есть в любой профессии. Здравствуйте. 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 До того, как вы стали известны, вы были один человек, и после того, как пригласили известность, вы стали другим человек, и вы остались первыми человеками. И как сохранить самого себя до того момента, когда вы сможете что-то решить. Друзья сказали, вы не могли, Марат, как он был, как он был, как он был, как он был. остался. Ну, друзья, конечно, говорят, конечно, я не буду врать, не буду, я с вами честен, я изменился, конечно, став известным, она, конечно, меняет популярность, конечно, человека меняет, внутри я это вижу, чувствую, стал другим. Некоторые ребята, друзья, говорят, что, Марик, ты каким был, таким остался, и школьные, и институтские друзья, говорят, вы знаете, ну, очень много, мы знаем людей, которые сгорели, которых слава спалила. И пить начинали, и другими вещами, плохими, начинали делать, потому что появилась вседозволенность, и появилась весь мир, можно сказать, будто весь мир перед тобой раскрылся, ты звезда. На самом деле, это не так. Став популярным, вы знаете, стало жить несколько сложнее, потому что приходится больше отвечать за свои поступки, и за каждый шаг, сделанный тобой, потому что ты популярный человек, ты на виду, на тебя чаще смотрят, и за тобой чаще повторяют, потому что некоторые берут пример, а нужно как-то чему-то хочется еще людям оставить, чтобы они чему-то научились, что ли. А хочется же что-то после себя оставить, чтобы тебя поминали хорошим словом, а не неплохим. Можно я, ребят, одну штуку вам, я приготовил вам один подарочек, это рисует, а есть, которые работают? А можно вас попросить? Ну, вы читали вот здесь, наверное, читали пьесу Шекспира, знаете, ну, в основном все известные, знаете, можно вас попросить? не пишут. Сейчас черный, сейчас найдем. Черный. О, можно попросить? Вот таких 10, 10 вот таких, два месяца, ладно? Ну, это на самом деле мне показал вот эту штуку Александр Друсь, знаете, ну, что, где, когда? Вот. Несколько лет, ну, поровни, поровни, покурай. Несколько лет назад в Москву приезжал в Страсбургий театр, все равно, все равно. И я, честно говоря, не видел. Он мне сказал, что по Москве висели афиши, привозили пьесы Шекспира. И по Москве висели афиши, и надписи не было. Единственное, я сейчас нарисую, что было в афишах, и нужно было понятие, на какой спектакль, то есть, а, стояли еще числа, какого числа, какой спектакль. Десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Сейчас я нарисую, а потом попрошу, ну, просто, какая, где пьеса, собственно говоря, и все. Десять. Спасибо. 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 еще одну забыл Если у кого-то есть какие-то… Я скажу сразу, что Ричард Третий, Король Лир здесь нету, также нет там многих сонетов. Тут в основном все известные пьесы. У кого какие-то есть варианты? Что просите? Раз, два, три, четыре, пять… Ромео Джилетто здесь есть, но не пятый. Вот это, 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 вот это, нет, вот это, нет, кто сказал, Отелло, правильно, Гамлет Третий, раз, два, три, вот это? Ромео Джилетто. Почему? Да. Нет. Кто сказал второй Ромео Джилетто? Правильно, Ромео Джилетто. Гамлет, правый и нижний? Гамлет, правый и нижний? Нет. Первый Гамлет. Гамлет, верно. Четвертый, Король Лир? Короля Лир нету. Четвертый, сон летнюю ночь? Нет. Сон летнюю ночь четвертый, нет, но сон летнюю ночь есть. Последняя первая. Нет. Ну, давайте я просто подскажу. Гамлет. Подскажу. Десятая сон летнюю ночь. Вот это? Да. Нет. Давайте я вам подскажу. Ну, Гамлет. Верно, он один. Ромео Джилетто. Два Веронца. Венцорский проказницы. Венецианский купец. Много шума из ничего. Украшение станции. Констраптивый. Так очень важно. Сон в летнюю ночь. Двенадцатая ночь. А это пьеса «Как вам это понравится?» АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие коллеги, спасибо большое за это выступление. Я должен совершить самое интересное совершение этой стены. И спасибо большое всем нашим коллегам со всех факультетов, которые были здесь. Сейчас я хотел вас попросить об одном одолжении. Пожалуйста, оставайтесь все на своем лице для того, как гости двух платежных сняли. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо большое.